Полтора месяца по улице Дзержинского велись работы по реконструкции остановки тротуара и ливнестока. Это стало возможно благодаря совместным усилиям администрации города и предпринимателям, торговые объекты которых расположены по этой улице. Совсем недавно преобразилась улица Дзержинского. Для автомобильного транспорта добавлены парковочные площадки. Полностью заасфальтирована дорога. Тротуар вымощен плиткой. Весомым дополнением к ровному асфальту станет обновленное озеленение. Осенью клумбы запестрят цветами. А вдоль тротуара появятся саженцы молодых деревьев. Работы продолжаются. Будут подготовлены зеленые клумбы для осеннего озеленения, на которых будут высажены и хвойные растения, кустарники, трава посеянная будет. Будут деревца малорослые высажены, потому что коммуникации под землей и линии электропередач не позволяют полноценные нормальные деревья здесь садить. Все замечания, которые были выявлены в процессе работы, с жителями были озвучены, будут устраняться. И в течение ближайших полутора недель полностью все будет выполнено. Для того, чтобы было удобно, комфортно обслуживаться на нашей центральной остановке. На улице Держинского построена новая система ливнеотведения, которая позволит избежать подтоплений частного сектора, социальных объектов, расположенных поблизости. Работы выполнены силами муниципального учреждения «Общественно-социальный центр». На всем квартале, который расположен между юных коммун Равленина, выполнена система ливнеотведения. До этого была она локальная, она не позволяла большие объемы ливневых вод отводить. На сегодняшний день по расчетам, по проектам выполнены полностью все работы. Они позволят своевременно и качественно убирать воду с проезжей части, с тротуаров. Эта система связана с центральной основной системой ливнеотведения города, в которой работают, своевременно включаются маслостные станции, отводят воду от проезжих частей и тротуаров. Уже восстановился привычный режим работы центральной остановки. Маршруты общественного транспорта вновь возобновили движение по прежнему графику. Безусловно, такие изменения радуют не только славянцев, но и водителей общественного транспорта. Замечательно. Прямо как будто в первый раз приехали мы на эту остановку, после, как говорится, возобновления всего этого самого. Прямо едешь, как будто в другое место попал. А то же были ямы на яме, то вода стояла. Сейчас прекрасно, замечательно. Конечно, это удобно, то, что сделали назад. Вот это все вернули. Порядок навели. Намного приятнее, конечно. Я довольна. Красиво сделали, хорошо сделали. Отлично. К благоустройству улицы активно подключились предприниматели, чей бизнес организован на Держинского. Руководитель агентства недвижимости «Забота», что по улице Держинского, Наталья Воронова, считает, что ремонтные работы здесь были необходимы. Я работаю здесь с 96-го года, вот именно на этом квартале. На этом квартале всегда у нас была центральная остановка, автобусная. Фактически это как лицо нашего города. И поэтому, когда вот на данный момент у нас произошла такая огромная реконструкция по благоустройству нашего квартала, вообще все рады, потому что такого качественного ремонта здесь не было никогда. И он настолько преобразился. И фактически тут самое главное, что очень много парковочных мест сейчас для машин стало. Очень красивый тротуар. И я так понимаю, что это еще не закончено, потому что будет еще озеленение дополнительно, газоны. Асфальтирование улицы Держинского выполнено в рамках краевой программы предприятием ДРСУ «Славинская». Жители неоднократно обращались в администрацию с вопросом о капитальном ремонте этого участка улицы в центре города. Теперь просьбы славянцев выполнены. Тина Копачевская, Надежда Неткочева, Александр Косицын, Игорь Ванчугов. Программа «События».